Музыка Спонсор программы Юридическое бюро Антоневич и партнеры Здравствуйте, это программа Законное основание Проект, в котором мы отвечаем на самые разные Юридические вопросы И как всегда помогает нам в этом Юрист, общественный деятель Михаил Антоневич Михаил, здравствуйте Здравствуйте Сегодня у нас вопросы от телезрителей Это прекрасно, когда они нам пишут Они нам их задают И сразу предлагаю перейти к делу Если у приемного ребенка осталось жилье По прежнему месту жительства Кто должен отвечать за его сохранность Органы опеки и попечительства Или приемные родители Спрашивает Анна из Абакана Здесь следует, во-первых, разъяснить Полномочия и компетенции органов опеки И сразу будет понятно, кто, собственно, чем занимается Органы опеки Осуществляют по месту жительства Несовершеннолетних В том числе и усыновленных Несовершеннолетних Контроль за условиями их жизни И воспитания И обучения этих детей Следует разъяснить Компетенцию органов опеки В отношении усыновленных детей Органы опеки и попечительства По месту жительства Осуществляют контроль за условиями жизни И воспитания усыновленных детей Каждые полгода с момента вступления В законную силу решения суда Об усыновлении органов опеки Осуществляют проверки с выездом По месту жительства Они смотрят условия проживания Условия питания Условия воспитания Условия эмоционального И психологического состояния ребенка И по истечении трех лет Эта процедура перестает быть обязательной И остается на усмотрении органов опеки Собственно, на этом их компетенции И останавливаются А теперь о приемных родителях Усыновленные дети и приемные родители Приравниваются в правах По аналогии с родственниками по рождению Таким образом, родители уже несут ответственность За содержание, управление имуществом приемных детей Также хочу заметить, что сохраняется тайна Усыновления в обязательном порядке Независимо от посещения и проверок органами опеки Также органы опеки уже на протяжении проживания И достижения детьми совершеннолетия Осуществляют контроль за имуществом Это касается и родных детей Таким образом, родители распоряжаются имуществом В интересах приемного ребенка Принимают все необходимые меры По сохранению и содержанию имущества Кроме этого, компетенции органов опеки По месту жительства заключаются в том Что они дают согласие В интересах несовершеннолетнего ребенка По отчуждению недвижимого имущества Дабы его имущество не уменьшилось А впоследствии сохранилось Вы не сможете реализовать долю Либо собственное жилье несовершеннолетнего Если на то не будет разрешения органов опеки Михаил, а как часто вам приходится сталкиваться С темой усыновления имущества Связанного с детьми приемными Родителями Это частый вопрос Или это достаточно редкая юридическая практика Это достаточно редкие ситуации Потому как усыновление процедуры Очень сложное И, как правило, она проходит Когда ребенок еще в доме малютки Либо в роддоме Родители осознанно принимают решения В свою семью берут ребенка Таким образом он воспитывается уже как свой собственный В таком случае За редким исключением У ребенка наблюдается какое-либо собственное имущество Как правило, приемные родители уже сами передают Ребенок наследует Его воспитывают, поддерживают И он развивается как свой родной ребенок В отношении имущества опекаемых Есть другая ситуация Такие случаи бывают И здесь возникает много спорных моментов Есть опекаемые Которых принимают С целью как раз улучшить Материальное состояние опекунов Есть опекаемые Которые В силу своей недееспособности Принимают решения Которые заведомо ухудшают Их материальное положение Истории разнообразные Случаи разнообразные Каждый случай Достоин отдельного романа Следующий вопрос анонимный К нам пришел Девушка очевидная Может быть, конечно, и мужчина Интересуется Как взыскать элементы с должника Место пребывания которого неизвестно Такой похожий у нас вопрос был В начале самого нашего проекта Но я думаю, что можно еще раз повторить Я нередко слышу такое мнение Что взыскать элементы С отсутствующего родителя Невозможно Сразу же скажу, что это заблуждение И семейный кодекс Обязывает Одного и другого родителя Содержать и воспитывать Своих детей Если такое не происходит В добровольном порядке Есть принудительные процедуры Порядок действий будет следующий Родителю, с которым проживает ребенок Необходимо обратиться в мировой суд Ему нет необходимости Разыскивать второго родителя Возможно обратиться С заявлением по последнему месту проживания Либо по своему месту жительства Указав обстоятельства К заявлению нужно будет приложить паспорт Свидетельство о рождении И справку из БТИ о том, что ребенок зарегистрирован И проживает с родителем-заявителем Госпошлина по данным заявлениям Не взимается В делах о взыскании элементов Устанавливается упрощенная процедура В рамках приказного производства Таким образом Вы на руках будете иметь судебный приказ С которым можете обратиться В службу судебных приставов И именно служба судебных приставов Будет заниматься розыском Как самого должника, так и его имущество И его источников дохода С приставом необходимо находиться В постоянном контакте Дабы контролировать и взаимодействовать По взысканию элементов Мне кажется, есть вероятность Что пристав никого не найдет Тоже такие ситуации бывали Когда должник, я имею ввиду по элементам Он пропадал Видимо, нигде не регистрировался Не было у него официальной работы Чтобы можно было ее юридически найти Где-то по документам У нас система работает сейчас таким образом Что граждане не зарегистрированы Сложно находят себя в обществе Так или иначе Люди где-то проявляются Граждане Проходят Получают те или иные услуги Государственные услуги А эта система Работает со службой судебных приставов В общем, установить местонахождение должника Будет не так сложно Сложнее будет Обязать его выплачивать определенные суммы Вернемся к подаче заявления Если же вы намерены зафиксировать сумму И получать ее в жесткой форме Вам необходимо подготовить уже иск Обосновать свои требования И пройти полную судебную процедуру Тогда, возможно, вы будете получать Фиксированную сумму Определенную И сможете прогнозировать Свою дальнейшую жизнь В завершение хочу добавить Что в отношении уклавинистов Алименщиков существует уголовная ответственность Есть возможность человека Привлечь и организовать ему судимость Сроком до одного года И его отбывание судимости Не спишет долг И все равно Алименты придется выплачивать В полном объеме Плюс бывают ситуации Когда в рейды Выходят вместе с сотрудниками ГИБДД Приставы И они могут на месте Прямо арестовать автомобиль Допустим У должника В этом и заключается Основная работа Службы судебных приставов Так или иначе Какие-то финансовые потоки У должника будут И однозначно Деньги будут взысканы Спонсор программы Юридическое бюро Антоневич и партнеры Следующий вопрос Из ряда Скажем так Трудового законодательства Выплачивается ли компенсация При увольнении По собственному желанию При неиспользованном отпуске В 70 дней Насколько я знаю Сотрудник правоохранительных органов Пишет даже на эту тему Вопрос Как-то регулируется Эта тема в законодательстве Вопросы к силовым структурам Таким как МВД ВСИН, ФСБ Они работают В рамках своих законов Ведомственных Но однозначно Для всех сохраняется обязательство Работодатель должен произвести Полный расчет На день увольнения Работника Либо сотрудника ведомства В случае нашего телезрителя Работодатель также обязан Произвести полный расчет Компенсацию за неиспользованный отпуск В полном объеме 70 дней Бывают такие ситуации Когда работник Полностью использовал свой отпуск И получил компенсацию Но за текущий год Не полностью отработал Уволился ранее Чем год В этом случае Работодатель имеет возможность Взыскать с него Ранее выплаченные суммы И он будет иметь на это Все законные основания Отпускные компенсации Выплачиваются На основании Среднедневной зарплаты Трудовой кодекс У нас устанавливает Порядок начисления Порядок исчисляется На год Отработанный Рассчитывается За 12 месяцев Делится на 12 И также делится на 29,3 Это среднее число Рабочих дней в месяц Таким образом Мы получаем заработную плату За один рабочий день Также сюда входят Все оговоренные Трудовым договором Либо контрактом Выплаты Начисления И если Есть кальки на Трудовой договор То соответственно Эти суммы Которые Идут Сверху Трудового договора А если допустим Сотрудник Вот эти 70 Работника Все эти 70 дней Накопил за несколько лет Там же наверное Есть какой-то срок После которого Уже нельзя использовать Отпуск Или можно Пять лет отработать И потом за все пять лет Этот отпуск забрать Да Полностью Работодатель Должен рассчитать Сроков давности По данным требованиям Нет В случае увольнения Работник получает Расчет в полном объеме Что касается ведомства У них существует Свой порядок Использования Отпуска И отпускных начислений Разъясните Имеет ли право Работник заключать Трудовые договоры О выполнении другой работы В свободной От основной работы Время Александр Черногорск 44 года Трудовой кодекс Дает право Работнику Заключать Неограниченное Количество Контрактов Как С основным Работодателем Так и С сторонними Работодателями Такой договор По совместительству Со своим Работодателем Будет внутренним Совместительством Ну а соответственно Со сторонним Будет внешним Совместительством Работники культуры Медицинские работники Педагоги Могут вводиться Отдельные нормы Внутренними Ведомственными Нормативами И федеральными Законами Продолжительность Рабочего времени Для работников По совместительству Не может превышать Четырех часов В том случае Если работник На текущий день Не занят По основному месту работы Он может выполнять Функции по совместительству В полный рабочий день Оплата от труда Производится Пропорционально Отработанному времени Либо сдельно От результатов работы В случае Если же в регионе Производится начисление Дополнительные Такие как Северная надбавка То она также Добавляется К заработной плате Работник по совместительству Имеет Право На ежегодный отпуск И Он Предоставляется Одновременно С отпуском По основному месту работы Договор по совместительству Может быть прекращен По инициативе работодателя Если на это место Будет принят сотрудник Для которого Работа Это будет постоянной Если говорить О внешних совместителях То есть На основной работе Могут быть В принципе и против Что ты совмещаешь Свою работу С какой-то другой Не в этой организации Допустим Что тогда делать? Договор Является согласием сторон Если работник Выполняет свой функционал А в трудовом договоре Он прописан Других оснований Для прекращения договора Либо для ущемления Его интересов У работодателя нет Если же работник Приходит По совместительству Внешнему То там Также Оговариваются Условия Ведь работник У нас не является рабом Он Осуществляет Определенный функционал За который работодатель Ему оплачивает Стоимость его труда В случае Если же Это идет В разрез Либо конфликтует С корпоративными интересами То это Оговаривается И Стороны Приходят К согласию На момент Заключения Договора Михаил Спасибо большое За развернутые ответы А я напоминаю Что это была программа Законное основание Увидимся Ровно через неделю Спонсор программы Юридическое бюро Антоневич и партнеры Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин